добрый день друзья мордашку поворачиваю но давай прыжок века дать а мы в вольере с николаем к причем друзья я специально мы пришли сюда ключи поговорить о хамадривах николай карточ вы как никто опять-таки знаете этих обезьян пишут люсю подменили третий раз уже вы следите тоже за люсей вот и скажите характер этих обезьян как они в содержании как и много ли гамадрил в цирках мадрил вообще ручных нет нас была женщина одного часа сталкивался с сыном внучкой сыном тамара шатиро это была уникальная женщина которая набрала гамадрилов я смотрела не да она вынуждена была закончить и воздушная гимнастка была она вынуждена закончить работать а что дальше дрессура ну кого это есть это есть это и она взяла обезьяны боже мой которых они безумно страшные чисто эстетически она именно гамадрилы вот павианы гамадрил да гамадрилы и вообще все павианы они очень злобные они звери но гамадрилы эти самые как их леопарды уступают они они леопарда убивают гамадрилы да там все вместе это очень большие стада потом это обезьяны которые живут в основном на земле они на деревьях такой каменные эти самые у них каменные обезьяны и они свирепы да нельзя леопардов они взорвут они еще и бесстрашные нашла огурец это ее вы отодвиньте сумочку так что она у тебя очень добрый день она у тебя хотела огурец забрать вот даже такая маленькая она себя но хищник она уже охотится ну все у него все поводки взрослого гамадрила она нормально полноценная вот посмотрите вот в каком она сейчас состоянии в какой какая у нее 6 до люсика вот она у нее да я не буду брать твой огурец не буду не буду на шуха там есть сделала прическу сзади я смотрю да ну мамой клянусь три дня не ела подайте христа ради кто что может она не ест ни лего это не кисломолочная ничего такого не ест вот огурчик если есть какие-то орехи яблочко бананчик тоже не факт что будет кушать она будет брать все выкидывать это на все в рот нет нет она нормально бросила бросила огурец влад домой вернулся и улюсе все хорошо вот я тоже кстати хотела поговорить да вот влад вернулся домой и улюсе явный стал пэгэс вот вот лег больницу до 5 на сердце было олег алексеевич в сизо все до меня почти не было дома мы по судам и вот она заболела в этот период мы ее по врачам мы ее туда никаких таких вот признаков чтобы прям начала выпадать 6 она перестала быть активным не устали припадки очень сильные мы думали что у нее эпилепсия но нам к сожалению отказали в мрт как только узнают что это известная обезьянка они сразу все отказывают и москве даже кровь у нас не взяли на анализ поэтому ну вот теперь даже вот нам согласились но когда узнали что это люся нам сразу отказали коррект никто не хочет взять если а вдруг что-то случится я думаю из-за этого с известным животным да никто не хочет это звезда вон сколько почитателей кто смотрит люся друзья друзья добрый день и все утро вот да да это николай кайпович самый известный деселочек тигров да оба 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 да придумали там поменяли подменили подменили поменяли характер меняется в зависимости от окружающей среды даже не говоря о состоянии внутри ну вот скажите еще про гомодривая скажите как вот работал этот десировщик да которые вы сказали вот вот была такая тамара шатирова у нее было два сына близнец она занималась этими обезьянами вы знаете она сделал я слышу но она сама похожа прическа была на сколько они потом не пытались и дети внучки купили там что же гомодрива 50 гомодрива ничего не получилось ничего вот амара была как тебе было и вот я восемьдесят четвертом году приехал закончил в сочи приехал в саратов а там работают шатировали а я никогда до этого ее не видел в работе с обезьянами знал я знал что решался вопрос техника безопасности потому что это безумно опасно у гомодрила у самца вот такие клыки до 7 сантиметра вот такая вот задница вот и так далее друзья чтоб понимали люська вон сидит сверху и ест на моей голове яблоко да лишь она тоже тоже бьет энтере вот как она с ними вот насколько они да огромный вот с такими клычи думали о технике что делать ну в общем придумали что нас загораживает водой там бронзбой там их окружали там и так далее что если кто-то бросится как чтобы они не бросились на зрителей а потом это же статное животное если там есть самара на кого-то посмотрит да даже посмотрит не говоря о том что произнесет грубость интонацию или там движение только посмотрим они же скидят они разорвут на куски мы его сейчас вот смотрим что люсь люська интервью берет и вы знаете я когда ее смотрел она заканчивала это была шараши это работа если идет за голову взялся и не будет у вас зря сзади билетёрши мне действительно было плохо от того насколько это опасно ощущение было парализации какой-то недоумение я ничего не понимаю как она могла с этой гадостью люська ты гадость добиться вот так ну это же не шимпанзе это даже не везу салила фундер ангелы по сравнению с гамадривами да это было страшно ну она отработала и все где-то лет до 35 работали самые старые они да уже сына я взрослые были все и она я в Новосибирске она к ним приехала неделю поехали поехали тамару она очень порядочный человек необыкновенный отзывчивый добрый чутки ну и тамара когда мы сидим смотрит он работал у меня еще мой ребята так ничего не но после это показывает насколько вот это опять-таки исключение исправил да и это говорит да единственная